Сейчас сперка на взаимодействие с браузером за последние полгода сильно изменилась? Спецификация на взаимодействие с браузером за последние полгода с последние полгода сильно изменилась? Именно правильно, у меня это, в чем надо? Я правду, он сделал по-армению. А там еще молот какой-то передавать должен был? Нет, это очень молот. Да, что я правду, я сейчас на два дня и все. Это же таких слов не знаю. Название какого-то дерева. Так, ну что, начнем. Меня зовут Алексей. Я в основном фронтенд-разработчик, но и сейчас уже больше года на фринспеке пришел. То есть у меня JavaScript на фронтенде, JavaScript на бэкенде, SQL, CDLA, революционную базу данных. Вот. WebAssembly я скорее для себя просто начал использовать где-то полгода назад. Ну, как сказали, сегодня уже в 2018 году в начале были три драфта уже представлены. И, соответственно, мы уже, там, летом уже можно было смотреть демки в разных браузерах. И к концу года я решил посмотреть, могу ли я что-то на этом сделать. Собственно, я для себя начал с самого интересного, конечно. Я сначала попытался сделать eFrame-синтезатор. Есть небольшая демка у меня на этот счет. Вот. Там eFrame-синтез, конечно же, неправильно построен, но зато можно посмотреть UI. И сейчас, по-моему, можно нажать на кнопочку. Так, звук уже у нас выключен. Да. Вот. Собственно, у нас здесь что происходит? У нас здесь на jQuery представлены кнопочки. И эти входные параметры отправляются в WebAssembly. И WebAssembly рисует напрямую на Canvas. То есть, изначально я этот вывод делал, рисовал на JavaScript, но когда я это переписал на рендер на WebAssembly, он, конечно, побыстрее стал работать. Потом я сделал... Уткнулся, что я плохо понимаю, как рисовать на Canvas. Я посмотрел на WebGL. И у меня есть тоже еще пока в работе. Я переписываю с JavaScript-а туториал MDN-овский, также на WebAssembly. Вот. То есть, несколько примеров уже работает, но на последних я с некоторыми сложностями взять себя стопус. Вот. Нужно будет разобраться, но я думаю, смогу это все довести до конца. То есть, эти примерчики, они доступны, можно посмотреть. И самое интересное, собственно, о чем я вам самое главное хочу сегодня рассказать, это про Toolchain, как именно я собирал WebAssembly модули. Собственно, первое, что приходит на ум, когда мы начинаем пробовать WebAssembly у себя в JavaScript-файликах, это начать импортировать его напрямую. И, собственно, вот у нас в гнарном виде в ВАСом готовый модуль представлен, WebAssembly текст-формат. Ну, я думаю, не стоит повторяться, что это такое. Так, вот так, ладно. И как мы можем импортировать в ВАСом модули сейчас, если мы про прямой импорт говорим? То есть, мы можем либо зафечить его через HTTP-запрос, можем сериализовать его внутри JavaScript, то есть, прям представить в текстовом формате его, и в числовом, и проинтерпретировать через WebAssembly модуль, то есть, через эту команду создать буфер и создать инстанс, после чего начать использовать эти функции. Можно еще, можно, конечно, напрямую писать в WebAssembly тексты, но просто привожу, что так действительно можно. Но, единственное, конечно, здесь в WebAssembly жестов внешняя зависимость требуется. И, конечно же, это не столь интересно, потому что мы все время, ну, мы быстро разрабатываем, быстро хотим разрабатывать и компилировать ВАСом модули на лету, поэтому желательно это все собирать через бандлер. И тут, конечно, хочется сказать, что нужно для себя выбрать, на чем вы будете писать сам исходник. Есть, как привычные языки, всем нам знакомые, но были созданы уже специализированные языки, Assembly Script, хочется отдельно отметить, рекомендую на него обратить внимание в первую очередь. Для себя я выбрал все-таки Rust, потому что зачем изучать одну технологию, когда можно изучить две. Итак, как выглядит простой пример на Rust? То есть мы описываем функцию, которую хотим сконвертировать в WebAssembly, то есть вот она лучше представлена. Указываем специальную директиву, и дальше мы хотим это уже импортировать в нашем JavaScript-файлике, и тут возникает, там на самом деле написано CargoTomal. Либо мы, ну для тех, кто просто не знаком с Rust, у нас есть либо RS, либо CargoTomal, это как main файлы, как точки входа в Rust-приложение. И так как мы собираем басы-модуль на лету, нам хочется, конечно же, указать в JavaScript-файлике именно эту точку входа, чтобы, ну, когнитивно нам просто проще было об этом мыслить. И здесь, конечно, возникает проблема, что нам нужно как-то это имя разрезовывать каким-то образом, чтобы... И эту задачу, конечно, мы перекладываем на баннер. Таким образом, если мы будем использовать какой-то toolchain, то мы можем в JavaScript-файлике писать импорт-модуль, либо использовать динамический импорт, если, конечно же, баннер будет позволять это делать. Поэтому давайте сейчас помечтаем, что у нас может потенциальный сборщик вас им делать. То есть нам хочется, конечно, иметь... Ну, вот в том коде на раз, который будем писать, иметь доступ к JS-окружению, то есть функциям типа консоль-блог, мы хотим рисовать на канвасе напрямую. И с коробки это просто так не работает. Нужно указывать специальную директиву, использовать соответствующий транслятор. Только тогда это будет возможно. И, конечно же, это требование к сборщику. Сериализация. Ну, на самом деле, это, на мой взгляд, не очень удобная фича, но может быть кому-то интересно, чтобы не было в нетворке загрузки вас импайликов. Ну и, конечно же, live-reload, потому что так намного быстрее нам разрабатывать. Ну и желательно, конечно, чтобы бандл не сильно много весил. Какая у меня структура проекта примерно получилась? То есть у меня есть сами исходники на JavaScript-те, то есть привычные пакеты JSON, я их размещаю в корне все. Либо RS, CargoTone, я их все размещаю в корне. Все внутренние элементы я кладу в SRC-файлики, и они у меня на виду с JavaScript-файликами находятся. На этапе сборки у нас появляются некоторые перфакты, target, package, результаты я складываю в dist. Что мы рассмотрим из бандлеров? Конечно же, грунт-волк нам уже не очень интересный, хотя, честно говоря, до сих пор на подакшине я в группе пользуюсь. Итак, что у нас получается по сборщикам? Так, вот те вот красненькие, их не очень видно, их как раз и не стоит использовать. Так, для себя, конечно, остановился на Wasm Pack, Wasm Pack, который для выпака, но у него тоже есть некоторые особенности. Так, Rollup-плагин Wasm, я его не стал тестировать, но я его просто как пример привожу, что вам могут попасться плагины, которые импортируют готовые Wasm модули. Остальные мною рассмотренные плагины, они собирают Rust из исходников. То есть, если посмотрим, здесь разрезка уже по фичам идет. Собственно, самое интересное, самый, который мне больше понравился на веб-паке, он может Live Reload делать по исходникам на Rust. То есть, это вообще крутая штука, что мы можем прямо внутри Wasm файла, ну, внутри Rust файла что-то изменить, и у нас все пересоберется, и при этом это будет происходить инкрементально, то есть, у нас не весь целиком бандл собирается. То есть, это прямо ускоряет разработку значительно. Так, что еще тут хочется отметить? По поводу импорта либо Res или CargoTomal. Тут, конечно, мне кажется, это все-таки открытый вопрос, потому что сами плагины, они самостоятельно реализуют, что нужно использовать. И мне кажется, тут комьюнити должна больше сказать, что более удобно будет разработчикам указывать. И под это плагин уже адаптируется. То есть, например, есть тот, который красненький, тут как раз помечен. Да, кстати, еще что хочу отметить. Начал я эту информацию собирать где-то в декабре прошлого года. И на прошлой неделе начал обновлять информацию, что-то уже сломалось, уже не работает, как раз вот вторая строчка. Что-то очень давно не обновлялось. Это да, как раз и есть вторая строчка. Rollup plugin Rust. Минимальный пример. То есть, во всех примерах своих я делаю самую банальную вещь, я просто складываю два числа. Соответственно, исходники проекта на ватпаке занимают при этом 400 мегабайт. Что очень неплохо. При этом результирующий бандл, зазипованный, это зип, это уже сжатый, то есть, по сети он передаться будет, зазипованный, это мегабайт. распакованный там около 3 мегабайт получается. Конечно, есть над чем работать. Стоило, конечно, может быть, где-то из, каким-то из этих плагинов помочь нам создать еще на гитхаген, но, к сожалению, не очень времени было много на этом. теперь, так, ну, это пример кода, который у меня ходит, как разный, достаточно все. Вот, но здесь, здесь просто складываются два числа. Есть функция grid, которая здоровается с пользователем через alert из Rasta. То есть, мы из JavaScript передаем строчку внутрь WebAssembly модуля, и он через alert пробрасывает его наружу. Так, здесь у меня примерчики, как именно из каждого из этих плагинов выглядит Hello World. Да, здесь действительно можно прочитать. Синхронный импорт, соответственно, асинхронный импорт. Где-то здесь, да, это совсем такой странный достаточно пример. Это прям, на самом деле, сам разработчик этого плагина написал, что вот так им нужно пользоваться. Здесь есть личный импорт, который мне очень нравится, буфер ES6. Мне кажется, можно, конечно, от него избавиться. Так, у вас импак? Нет, здесь можно все-таки гритом здороваться, я просто зря запоментировал строчку. Так, дроблшутинг. Ну, да, нужно использовать RustUpNightly, вернее, RustNightly версию использовать, потому что Rust еще пока в стабильной ветке не совсем это дело поддерживает. Так, и, собственно, время выводов. Что хочется сказать? да, если использовать свой пайплайн, лучше использовать либо WASN-Pack, либо WASN-Bungent, потому что CargoBuild, он не использует подвязку Bungent как раз, и есть некоторые плагины, которые построены как раз-таки на CargoBuild, и из них не получится использовать вот эти функции типа консоли, Allurent, и так далее. Поэтому следует обращать внимание те, кто построен на WASN-Pack или Ingen. Хотя WASN-Pack он, по сути, используется в WASN-Bungent. Так, ну что, наверное, есть еще время, можно показать демку. Собственно, так, а вот, вот у нас на local они крутится кубик. Собственно, мы можем так, это у нас уже все удалено. Смотрим. Так, это пример. Пятый. Мастер. Так, кто делал? Не видно, да? А, ну давайте сейчас я вам сначала. А, а как я это смотрю? Так, интересно. Сейчас мир бесплатно. Так, итак, у нас пятый пример. здесь, 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 на самом деле, так, каргатому посмотреть еще? Каргатому посмотреть, да, сейчас. Так, ну это пример как раз, который используют достаточно активно, уже, то есть, это не просто Hello World, тут достаточно много всего. То есть, SERD, ну это чтобы прямо объектами общаться с JavaScript, и RAST передавать. FFT, это у меня есть другого, на самом деле, примера, здесь он не очень нужен. FFT, да. Так, WebSys, ну это еще отдельный бандл, все-таки, который позволяет прямо рисовать как раз на канвасе, взаимодействовать с аудио-объектами, то есть, ну это на самом деле больше относится к примеру, который я использую для FM-синтезатора, то есть, я подключил там, как же это, WebAudio, эта технология называется, то есть, можно прямо MIDI-плавиатуру подключить и без проблем эти сигналы вы можете в вас в модуле обрабатывать. Ну, алгебра замечательная штука, чтобы работать с линейной алгеброй, она как раз-таки это версия пакета, которая адаптирована для использования в WebAssembly. Так, 4, тут, да, код, честно говоря, не оптимизирован, тут можно повторяющийся, кусочки все вынести. Так, я здесь хочу найти, где я рисовал на кубике. Тоже 4, 5, 5, 3. То есть, вот у нас как создается буфер для кубика для кубика. Собственно, вот где у нас задается цвет, то есть мы сейчас можем... А, давайте зелененький, наверное, вот сделаем. Так, добавим больше зеленых граней, я надеюсь, у меня там в фоне все-таки процесс еще запущен. Так, тут должна крутиться штучка, что она двигается еще. Ну, давайте посмотрим. Да, у нас стало больше зеленых граней. То есть, оно на лету на самом деле там все отрабатывает. так, относится. У вас impact, выпак, да. У нас компания инсекция, да, и как-нибудь красный инсцент. Так, наверное, можете вопросы задавать. Да, у меня, в принципе, всякая презентация. Так, Сережа, дайте микрофон чего-то сделать. Да, микрофон можно передать, там, чтобы вопроса была. Вопросы, да? Да, можно? Ссылочку просто. До вопросов мы забыли после первого доклада вручить приз от Fluence и я вот да. Занял приз. А теперь давайте вопросы. Куда? Спасибо. по поводу мини-синтезатора. Да. Хотел узнать, как вообще происходит взаимодействие с WebAssembly с Temos? Оно просто дергает его аппетитом или оно через звук? И тогда может как-то записывать его? Имеет ли смысл воспользовать вообще WebAssembly для визуализации? Или же в нем больше смысла как в черном ящике в модели, которая быстро тропит числа? Да, хорошо. Там, ну на самом деле да, в этом синтезаторе есть две части. Одна это как раз сам расчет и в этой части мне очень нравится использовать WebAssembly с той целью, что я могу написать коды на Rusty. Интерфейс у меня будет, да, пока будет там на HTML и я как-то с этим поиграюсь, все запрактифирую и сделаю. Когда я дойду там до какой-то стадии, я смогу этот код на Rusty уже завернуть как VST-плагин и дальше использовать, пожалуйста, в любом любимом секвенсоре. Вторая часть здесь это как раз рисование на Canvas. То есть можно сделать отдельный модуль и использовать Canvas объекты. То есть мы из JavaScript прокинем указатель внутри в Asm модуле, на чем нужно рисовать, то есть контекст прокинем. И внутри Rusty соответственно будем что хотим рисовать. То есть мы не будем постоянно по этой конечке с канала связи? Нет, нет, там само получается все дело происходит. Еще вопросы? на самом деле у нас вопрос с предыдущим докладом, в связи с предыдущим докладом и вот этим вопросом, насколько это быстро все происходит, как туда передается Canvas, туда реально передается объект, на котором дергаются методы, как изнутри рас, изнутри или в Asmode, или же все-таки там происходит вызов или через JS, просто очень быстро-быстро и они оптимизированы и хорошо работают. Просто это как-то с ответом на предыдущий вопрос в предыдущем докладе очень сильно с ним конфликтуем. Хорошо. Тут я, наверное, скажу, что я использую Wassenbindgen и он от меня скрывает, как все это работает на самом деле. То есть это скорее как абстракт, я использую свой абстракции получается, поэтому можете и... Если посмотреть то, что собирается в вот в этом файле Pest to Jazz, там видно, как он теркает функции из Java с 5.7. То есть вопрос очень быстрый. По самому математику, скорее. Есть просто линейная память, да, можно сервизовать что-то линейная память, но это дорого, если это сервизовывать, надо сервизовывать каждый раз. Это довольно-таки дорогая. Есть таблицы, это вызовы внешне, то есть это как раз динамическая линкровка получается. Если это делать через таблицу, то можно называть функцией. Это довольно быстро оптимизирует уже в SpiderMonkey и V8. Ну и соответственно VA, VM, Red плюсовая. Это поэтому все равно делать какие-то маленькие вещи, вычисления, A+, бас складывать и обратно отдавать куда-то не имеет смысла. Лучше сделать A+, бас на JavaScript или куда взаимодлину. Еще вопросы? Спасибо за доклад. Это вопрос немного общий. Это как ты видишь именно практическое применение вербассембли? То есть это такая новая технология и пока у многих возникает вопрос куда ее девать. Я вижу это первое как performance critical вещи, а второе вещь это full-stack. Мне кажется, что пример из первого доклада про хию, они сделали потому что у них уже был этот код и чтобы не городить на JavaScript они использовали третий. Это высоконадежный алгоритм, потому что JavaScript имеет свои особенности, из-за этого какие-то финансы, банкинские вещи сложно делать. На том же раз это было бы надежнее. Может быть еще что-то? По поводу производительности согласен. Здесь собственно то, что я свои примеры когда делал рисование на Canvas из Rust у меня намного быстрее оказалось. Как по AWS можно сказать. Потом удобство в том, что вы можете выбрать любой язык и если команда вас хочет на чем-то писать, вы пожалуйста можете использовать этот конкретный язык. Если он конечно конвертируется LLVM и как-то способ поставки своих приложений это очень удобно. Вместо пачки JavaScript файлов можно один бандл просто поставлять. LLVM в перспективе заменит Java waitcode или на заменит ли WebAssembly Java конечно заменит LLVM потом Java LLVM GVM заменит ли LLVM это не виртуальная машина которая исполняет код это технология там есть intermediate representation но и у него даже есть интерпретатор которую вы сейчас передаете она на луна давайте микрофон просим Делалось ли сомнение скорости сборки у плагинов на больших проектах? Нет на больших к сожалению не делалось все нормальненькие но для больших нужен я не знаю действительно продуктивный проект пока к сожалению продать не получилось продадим будем внедрять общего результата смотрите если еще есть вопросы мы можем задавать вопросы но на самом деле мы можем на 5 минут пораньше сделать перерыв там напитки пицца перерыв да хорошо спасибо вопрос какие-то большие компания разрабатывают тули для VG Семплея например те же самые сборщики или что-то кто-то крупный делает что-то большое из крупных бандлеров мне ничего не попалось то есть то что я смотрел это как бы тулинг как это уже в джаваскрипте потреблять то есть я это смотрел скорее с той целью чтобы допустим я прикручу еще и какой-нибудь view или там не знаю angular и какие-нибудь сайд эффекты буду просто отдавать уже у вас модуль и само все будет собираться и вот такого уровня мне пока не попалось никакие серьезные проекты то есть вы можете видеть сколько звезд на гитхабе все эти пакеты собрали больше сотен даже ни у кого у меня больше у тебя больше что же давайте поблагодарим Алексея